всем привет ребят что у нас сегодня второй видосик я вам показал там обзор такой себе ну на эту игру это игра empires но я начал играть дальше и скажу вам что дальше все повеселей поинтересней и возможности скажем так намного больше чем ожидалось по открытию уже 10 уровня давайте так я сделаю так чтобы было более-менее интересно потому что я играю как бы не из планшета поэтому немножко искажает это больше мобильная игра так по достижению 10 уровня там плюс когда построишь вот это вот здание сторожевую башню вы можете получать ресурсы и за победу там у вас они будут копиться плюс вас открываются набеги набеги на реальных игроков на других игроков которых вы можете с которым можете потягаться я к сожалению играю очень мало только в этом второй день то есть тут у людей и прокачки скажем так посерьезнее чем мы и это пока временно скажем так и пвп я вам скажу очень даже неплохо заходят тут вы получаете кубки то есть это рейтинг плюс получаете нормальный добыча вам дается 6 попыток в день так против зеленых у нас красная фракция то есть если вы правильно будете юзать все будет вам счастье но можно напороться как на меня бывали нападали я понизнанке тоже нападаю на сильных игроков то есть можно потерять кубки также если на вас нападают и неудачно нападают вы получаете кубки вот посмотрите как он моих дамажит просто разносит зарядился мой теперь юзаем скил вы можете здесь по-разному проходить то есть можно выбирать сайт вариантов очень много разных так юзаем защиту от огня злой 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 но сейчас этим магмой чпокну так есть добиваем вот этого эти дома что он кстати не хило так так синий добили нет у меня тут ничего надо как-то красного зарядить немножко в общем есть на чем скажем так думать комбинация разные герои так есть все до свидания бьются камни получается герои по линии линии вы видели на экране ну то есть вот мы победили плюс 14 кубков плюс получили ресурсы то есть попытки эти он являются 57 минут час на одну попытку помимо этого каждого героя можно неплохо улучшать вот у меня уже есть улучшение а перерождение называется то есть вы их прокачиваете вот за определенные ресурсы с фарм локации которые мы сейчас пойдем вы их получаете и потом можете делать перерождение соответственно это как усиление героя и он улучшает свой скилл основной навык который у него есть допустим 68 у меня 88 это максимальный то есть все улучшается куча всего куча разных героев то есть это у меня те которые я на прокачку пооставлял то есть пять разных ну как и камешка 5 разных фракций куча улучшений куча построек то есть постройки надо улучшать все время потому что ресурсами будет все дальше дальше больше нужно плюс когда вы будете проходить но проходить вот в карте монстров то есть вы дальше проходите первый второй сезон есть можно возвращаться в каждую локацию проходить и выбивать вам пробовать выбивать фармить нужные ресурсы для того чтобы улучшать потом этих же героев также можно героев крафтить то есть в этом плане тоже очень интересно кстати нас тут могут час запросто чпокнуть вот видите комбо атаки пошли сейчас меня начнут при начать так отлично и добиваем этого по мере прохождения у вас будет все больше будет все больше и больше усиление ваших противников то есть чем дальше тем больше они будут дамажить тут желательно конечно же брать собой хиллера я его убрал поставил дамагера сюда короче героев уйма улучшений тоже уйма она знаете на первый взгляд игра показывается но обычно это игрушка в которой а именно это было немножко не так обычная игра в которой ты просто тупо фармишь ну кстати совсем не так возможности вере очень много ну и конечно же удача должна быть плюс куча разных и тому там кто-то писал игра донатная до любая игра которая сделана нанесет за собой цель заработка поэтому все в основе игры не 99 процентов это донатные игры которых разработчик пытается заработать вот видите неплохо зарядились куча разных классов есть есть поддержка есть атака то есть в этом плане тоже очень очень все интересно так этого задамажили ну надо надо играть я сам еще толком полностью не разобрался второй день только играю ну возможности вы видите мы поставили защиту на героев то есть тут тактик дофига и соответственно он уже дамажит намного меньше так отлично надо перед боссом надо позаряжать все героя я можно играть на быстро это я играл на быстро но скажу вам не всегда это быстрая атака реально помогает и спасает большинстве случаев она реально мешает так этого сейчас у нас унесут вот можно так выбираем что мы будем атаковать именно его детей в следующий ход так отлично играем фиолетовые желтых камней очень мало так одного слили отлично это уже радует уже проще будет вот за комбо атака суммируется как видите тоже ну то есть тут играть играть чем дальше тем веселее скажем так и больше и не будет интерес к игре да возможно она не такая там красочная как наши игры к стал клавиш которую я играю до в основном но тут свой нюанс можно писала пофанится и так разбейся то есть в этом плане игра реально интересно и так получили мы 18 сундучков в итоге экспе нам дали нормально и вот смотрите кучу плюх далее героя далее к нему войско которое можно тоже выбрать ну и кучу ресурсов за которые потом можно дальше улучшать попытки тоже здесь восстанавливаются вот видите нижний ряд это войска которые принадлежат определенным героем они потом со временем тоже улучшаются можно ставить героя в одной фракции только тогда у вас не будет вражеские героя получать урон от комбинации камней которых которые вы собрали если у вас этого героя нет ну то есть на поле боя если он был с вами изначально у вас был и вы убили это не страшно но если его не было получается все печально можно выбивать там крафтить и там и сейчас я тоже туда зайду покажу которые можно брать с собой потом бой много было шан но вариантов когда меня уже сливали у меня были ты мы которыми не списали бывало что я просто тупо не брал их и это я просто тупо засчитывали мне слив так жесткие какие-то эти чем дальше как видите по жестче всего отлично пять камней ай-яй-яй-яй блин не тогда когда я хотел так набрали мы энергию ставим дав так я не посмотрел какой там у нас из героя которые бьют массово рядом бьют есть герои которые бьют одну вдоль на сильно то есть вариации героев есть эти слабо ударила фракция против красные синие синие сильно ударил так вот наш босс вот так вот посмотрите как дамажит у разные есть есть также гильдии здесь все тоже это покажу альянсы которые вы можете вступать и воевать с другими игроками вместе так против желтого нам надо фиолетовый сейчас он должен его нормально поддамажить так есть прошли вот кружки я получил видите под x2 дает то есть ресурсов хватает так что еще у нас интересного поехали покажу вам систему крафта так ресурсы вот есть у вас кузница в которой вы можете изготавливать определенные эликсиры вот видите что вам надо 500 еды и вы себе изготовляете сколько вам там их надо 10 штук чтобы хилить герой в бою дальше по мере усиления вы можете другие и там открывать здоровье стреляя исцеление короче кучу всего ну то есть по сути плюшки очень нужно и скажем так для прохождения локаций такс также вот вы улучшаете дома сейчас так вот покажу которые последствием вы можете нанимать рекрута нанимать рекрутов за которых вы тоже будете получать с которых вы сможете это и делать нанимать героев также есть квесты вот они открываются после 10 вы можете получать здесь вот эти самоцветы тратить попытки то есть получать какие самоцветы набеги я вам показал крепость показала герои улучшения показал также есть миссии за к выполнение которых вы будете получать определенные плюхи то есть тут куча всего вот альянс можете вступить в альянс либо создать свой пишите в комнатах кто играет давно если хотите создадим альянс будем играть то есть создается альянс соответственно дальше уже отрешуете такс ферма где вы получаете ресурсы то есть как бы обычная как обычно знаете гринделка где вы можете давайте тренировочный лагерь еще один построим тренировочном лагере вы можете обучать видите то есть по мере вот обучить за 5 за 1600 завершить забрать вот я получил такого героя флэнчер наносит 230 урон ну то есть вот это все по мере дальше открытия будет у вас открываться по мере улучшения вот все зависит от уровня цитадели также есть ежедневные ежедневные бесплатные призывы тут отряды все что хотите можно сделать единственное еще не разобрался где а это лишь пример то есть можно получить третьего три звезды 20 уровень видите то есть можно получить реально очень кайфовые троечка 20 уровень они дают усиление вашему герою ну то есть такого плана очень много всего поэтому все зависит от того как вы сколько вы играете играем не надо вниз взрослого и там особо много вот я могу уже собрать зелья и пойти обратно же в следующий бой то есть обычная игруха там не знаю многие типа что фигня фигня не знаю мне тоже такие игры нравятся когда можно просто себе спокойно посидеть на унитазе и поиграться не запариваться там то есть не надо особо тут это не бравл-стар где тебе надо там задротить задротить это чисто так для развлекалов кино интересная игра и она развивается довольно таки тоже неплохо так давайте пошло комбо видите атака увеличилась насколько так убивайте мне героев мне надо сейчас всего подхилить выбрал подхилил то есть в этом плане как бы очень-очень удобно то что вы можете кучу ресурсов взять с собой и нормально все это тащить проходить перед боссами желательно конечно же зарядиться блин жестко бьет так что у нас жук будет бить первым играем жука делаем так вот добиваем этих двоих вас ударим так против них надо фиолетовая собирать зарядили вот видите чем чем дальше тем скажем так интереснее потому что против реальных игроков собранными юнитами намного веселее чем допустим но фарма однозначно нужен для того чтобы усилить ваших героев без этого фарма по сути ничего тут нет и бьетесь не сделаете так ну что у нас босс давайте так давайте попробуем его чисто задамажить нашими вот видите почти один раз он нас ударил сейчас нас еще жук ударит соответственно мы еще получили дополнительные ресурсы и вот еще и героя выберем так и того плюс один главный мы можем уже себе поменять поставить следующего героя в команду так вместо этого синего у меня тут есть загашники грим вот видите усиление киева у людей куча команд разных которые можно собрать куча героев так надо его будет улучшить улучшаются герои за счет скажем так пожирания можно его переродить вот у нас кстати не хватает только пищи видите чтобы переродить и для того чтобы он был перерожден надо его повысить уровень до 40 берем таки узы и вот этих вот мелких можно которых вы не используете и не будете использовать текст кормить соответственно особый навык не улучшился не улучшили окей вот с каждой скажем так с каждым седании вот уже посильнее герои пошли 3 максимум 10 героев когда вы его так а по этим можно улучшить его навык на следующий лавал вот особый навык не улучшился видите то есть и так вот это мы мелкими кормим давайте у меня там есть сильнее хочу за одну разницу увидеть или 8 максимальный но я не могу его просят задонить опять видите какие неплохие с каждым повышением уровня кстати у вас попытки обновляются все то есть вот так вот вот титан есть вступите альянс для охоты на титанов все вот так вот пишите комменты что вы думаете кто играет пишите в комменты добавляйтесь и не будем создавать альянс все всем удачи всем пока